На торговую точку у дома 19 по строительной улице жители ближайших домов жалуются часто. Из-за продажи алкоголя в ночное время здесь обычно собираются шумные компании, происходят драки, а территория вокруг замусорена. Я практически каждый день хожу в торговый центр «Курс» и вижу именно между домами 17-16 по улице строительная людей в нетрезвом состоянии. Здесь бывают и драки, и погромы. Во время рейда сотрудники администрации Ленинского городского округа и общественники муниципалитета выяснили, что в магазине действительно ведется продажа пивной продукции после 23.00. По документам здесь осуществляет деятельность как индивидуальный предприниматель, так и общество с ограниченной ответственностью, из-за чего продавать алкоголь точка может, но только в открытом виде. Здесь, по словам управляющего, уже проводились различные проверки, но нарушений не обнаружили. А за территорию вокруг они ответственность не несут. Мы не можем отвечать за площадку, во-первых, пьют водку. Это уже не первый раз было, во-первых, обнаружено, что все покупается в другом магазине у нас. Как хозяйствующий субъект данной ситуации не пробовали вызывать полицию? Вы же понимаете, это на вашу репутацию. Понимаете, да, что здесь, на территории, только ваш магазин получается? Это все происходит после часа ночи, и поэтому там, да, после часа ночи мы уже в это время закрыты. Участники рейда запросили и документы БТИ, чтобы понять, является ли магазин пристройкой. С июня этого года на территории Московской области вступил в силу закон о запрете продажи алкоголя в кафе в жилых домах. В точках общепита, которые находятся на квартирных жилых домах, площадь торгового зала, не торгового зала, точнее, а площадь непосредственно зала для оказания услуг общепита должна составлять не менее 50 квадратных метров. Здесь мы понимаем, что явно 50 квадратных метров в зале нету. Теперь нужно понять статус непосредственно как бы вот этого помещения. Спустя какое-то время для оформления протокола к магазину приехала полиция. Владельцу торговой точки выписали соответствующий штраф. Жалобы поступают на данный объект постоянно. В принципе, мы и выехали по жалобе жителей. За работой предприятия будут продолжать следить, пока не устранят все нарушения.